Всем привет, дорогие друзья! А вы когда-то готовили кабачки с рисом? Если нет, то очень рекомендую приготовить. Получается невероятно вкусное блюдо с интересным и насыщенным вкусом. Готовится быстро и просто. Продукты самые обычные. Если вы, как и я, любите готовить и часто ищете что-то новенькое и оригинальное, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Два небольших кабачка нарезаю средними кубиками. Величина кусочков небольшая, где-то по 2 сантиметра. Так как кабачки молоденькие, их, естественно, я не очищала предварительно. Общий вес двух таких кабачков 450 грамм. Далее мне понадобится одна крупная луковица. Ее следует нарезать средним кубиком. По весу где-то 180-200 грамм. Еще взяла морковь. Предварительно ее очистила и теперь нарезаю небольшими брусками. У меня две небольших морковки. Общий вес 150 грамм. Также морковь вы можете натереть на крупной терке. Для рецепта потребуется, как ранее уже говорила, рис. Взяла басмати. Это длиннозернистый рис. Но, безусловно, подойдет и любой другой сорт. Его нужно промыть до чистой воды. Я это делаю обычно 2-3 раза не менее. Для рецепта потребуется 300 грамм сухого риса. Итак, все ингредиенты подготовлены. Можно приступить к приготовлению блюда. На горячую сковородку добавляю 2 столовых ложки растительного масла. Выкладываю лук и обжариваю до слегка золотистого состояния. Периодически лучок рекомендую помешивать, чтобы он не подгорел. На все про все потребуется буквально 2-3 минутки. Огонь под сковородой выше среднего. Далее к луку добавляю морковь и обжариваю все вместе еще около 2-3 минут. При этом, опять же, не забываю периодически все помешивать. Затем выкладываю к этим ингредиентам кубики кабачков. Поверьте, получится что-то грандиозное. Все слегка перемешиваю и дам обжариться около 5 минут. Кабачок должен слегка обмякнуть и подрумяниться. Как только вы увидите, что кабачки немножко обмякли, стали более румяными, можно высыпать в сковородку рис. Его следует распределить по всей площади сковороды, как можно равномерней. Хочу напомнить, у меня 300 грамм риса в сухом виде. На этом этапе сразу можно добавить специи. У меня полторы чайных ложки соли. Ее также распределяю сверху по всему рису. Обязательно добавляю черный молотый перец. Здесь лучше ориентируются по своему вкусу. У меня где-то треть чайной ложки. Также я добавлю специи к плову. Поверьте, они сюда идеально подходят. Взяла полторы чайных ложки. А еще для приятной кислинки и аромата я добавлю несколько зернышек барбариса, около 10 штук. Для приятного вкуса и аромата еще взяла две головки чеснока. Они не очищены полностью, но зачищены. Их следует просто вставить непосредственно в рис. Ну а теперь всю эту красоту заливаю крутым кипятком. Я это делаю через шумовку, чтобы, скажем так, смягчить струю воды. Кипятка понадобится 650-700 миллилитров. Если нужно, где-то что-то можно поправить лопаткой, чтобы рис полностью окунулся в воду. Жидкость должна покрыть все содержимое сковородки. Теперь закрываю ту самую сковородку крышкой и оставляю все готовится на слабом огне 20-25 минут. По истечении этого времени можно открыть крышку и проверить готовность блюда. Посмотрите, за это время вода полностью впиталась и рис с овощами хорошо приготовился. Чеснок можно сразу удалить, так как он уже сделал свое дело и отдал весь аромат. Друзья, это невероятно ароматно за счет специй. И это действительно напоминает плов. Но только в нашем случае без мяса, а с кабачком. Поверьте, получается очень оригинальное и интересное блюдо. Можно дать ему настояться под крышкой еще каких-то 15-20 минут, а можно сразу выкладывать на большое блюдо и подавать к столу. Получается невероятно вкусно и очень интересно. Если вы еще не готовили таким образом кабачки, я очень рекомендую приготовить и попробовать. Уверена, вы сможете удивить и порадовать близких и родных. Готовится просто, легко, из доступных продуктов. Получается интересно, вкусно и достаточно сытно. На моем канале есть еще очень много рецептов из кабачков. Несколько из них, чтобы долго не искать, вы можете увидеть прямо сейчас. А также ссылки на эти рецепты я оставлю внизу под видео. Это невероятно ароматно и очень-очень вкусно. Рекомендую приготовить и попробовать. Тем более, что все это очень быстро готовится, при этом из самых простых продуктов. Сочетание получается удивительное. Сытная овсянка и легкий, сочный, хрустящий кабачок. А в придачу свежий зеленый лучок. Все это вместе работает на тысячу процентов. По желанию, вы можете добавить еще какие-то свои любимые специи и подавать такое блюдо со сметаной. Режется слегка остывшая запеканка прекрасно. Отлично прорезаются все овощи. Они в меру хрустящие. Друзья, это настолько вкусно. Вот не могу не сказать знаменитую фразу. Даже мясо не нужно. Это действительно так. Я вам настоятельно рекомендую приготовить такую простую, недорогую запеканку и порадовать себя и своих родных. Получается неимоверно вкусно. Это легко, но тем не менее сытно. Это прекрасный вариант завтрака, обеда и ужина. Я вам очень рекомендую приготовить вот такие легкие, нежирные капустные оладьи и порадовать себя. Калорийность этих оладий 113 килокалорий на 100 грамм. Это, кстати, один из моих любимых вариантов приготовления капусты. Свежий, легкий и очень быстрый в приготовлении салат. Просто идеальный вариант для дневного или вечернего приема пищи. Кусочек мяса или рыбы к такому салату как нельзя лучше подойдут. А с отварной молодой картошечкой это просто прелесть. Я вам очень рекомендую приготовить вот такой простой и очень быстрый салатик. Уверена, вся семья останется в восторге. Так ароматно пахнет, что не терпится поскорее его попробовать. Подавать этот ужин можно на большом блюде, а можно порционно. При подаче обязательно присыпьте свой ужин небольшим количеством твердого сыра, если, конечно, вы его любите. Мне понадобилось буквально 10 граммов, не больше. Ну и по желанию еще сверху можете добавить небольшое количество зерен обжаренного кунжута. Получается настолько вкусно, что мои гости сказали это гениальный ужин и попросили рецепт. Убедили меня, что теперь они будут готовить его каждый вечер. Поэтому я сегодня спешу поделиться этим рецептом с вами. Уверена, вам такой ужин обязательно придется по душе. Калорийность этого блюда 133 килокалории на 100 граммов. Его вес на выходе 920 граммов. Друзья, хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео. Мне будет очень приятно, если вы приготовите такой ужин для себя и своих родных и напишите мне комментарий. А еще я буду благодарна вам за лайк. От всей души хочу пожелать вам стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео.